ПЕСНЯ 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 ЧИНЕЗЕ ПО slicing ЭТИНЕЗЕ КАБАК ТУМЛАН ЛУМЛАН Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 реформатор Чувашского стиха Михаила Сиска. В 1920 году в день своего рождения, окинув мысленным взором в прошлые годы и разрушая о будущем, он записал в своем книге. Закончил 1918 год вступлением в мою компартию, когда я почувствовал себя таким вольным, сильным, свободным от всех семейных, религиозных и общественных предрассудков. Вместе с пролетариатом я почувствовал себя властелином жизни. С тех пор мое сознание ясно, мысли могучие, я коммунист. Членом исполкома своей области, председателем рефтрибунала, деятелем пролетарской юстиции, вступая в 22-й год своей жизни, карьеризма и бесчестности нет в моей натуре. Надеюсь никогда не замарать звание коммуниста. Через 19 месяцев после этой записи жизнь поэта трагически оборвалась. Сейспель пролетел, как редкий метеор, оставит неповторимый яркий след на небе нашей поэзии. Поэтическое наследие Сейспеля, дошедшее до нас, невелико по объему. Это менее 50 стихотворений со всеми вариантами и набросками. Но в них заключена такая взрывная сила, что ее цепная реакция за эти годы продолжает вдохновлять все новые и новые поколения молодежи. Не зря носит имя поэта и молодежные премии Чувашии. Сейспель великолепно знал классическую русскую и украинскую поэзию. Он пытливо следил за всеми современными ему литературными направлениями и школами. Сейспель серьезно и вдумчиво изучал свой основной материал, родной чувашский язык, анализировал образцы народной поэзии. Теоретическая работа Сейспеля, к стихосложению и правилу ударений, посвященные законам чувашского языка, совершила подлинную реформу в нашей поэтике. Сейспель писал в этой работе. Революция вдохнула в нашу жизнь новый, животворный дух, всюду и во всем возрождении. Стала развиваться и чувашская поэзия, призванная освещать путь чувашского народа и вдохновлять его. Надо искать новые пути. Гармоническое сочетание борьбы и почтства труда, работу умственной и физической, вот за что ратовал Сейспель. Он видел космос, рутину, консервативы старой деревни и страстно призывал покончить с ними. Хочу я видеть мой народ отважным, сильным. Рвись вперед, пришел он в день желанный наш. Чувашский ум сверкает, как сталь. Поэт в представлении сейспеля в лошадной борьбы друженик-член коллектива. Пусть борьбу, а не покорность, славит он людьми любим, пусть отвагу труд упорный солнцем сделает своим. Пусть поэт и землю пашет, рубит лес и стены косит, а на свадьбу пусть он пляшет, пусть смеется, веселится. Вот его поэтическая креда. Горячий патриот и убежденный интернационалист. Сейспель верил, что его родной народ новых условий получит небывалое всестороннее развитие. Чуваш с могучим сердцем, житель новой эры, плечами подпирая небо с год, шагнет в простор одеждой солнечной сверкая, обнимет новый день его с любовью, верой и путь, что впереди, цветами уберет. Интернационала радуга живая, и дочери нашего народа, он с полным моральным правом заявил, «Во мне стучит миллион сердец, я не один, я сам миллион, миллионы чуваши, певец, миллион нам стих мой повторен». АПЛОДИСМЕНТЫ «Жизнь наша будет на земле иной, перестанут плакать люди от недоли злой, вспыхнет солнце новой жизни, ясная навек». Так писал юный совсем еще Михаил Сейспель. И вот пришло время, когда мы с огромным уважением, гордостью, благоговением произносим это имя. Михаил Сейспель. Все, что происходило на этой сцене, все, что происходит и будет происходить, посвящается Михаилу Сейспелю. Итак, Михаилу Сейспелю посвящается. Народ создал поэта для большой исторической миссии. Он должен был связать глубокую логическую память с вечностью при помощи языка. Еще в 1918 году Михаил Сейспелю выдвинул лозунг для всей чувашской интеллигенции. Его кредо выражено в строках стихотворения «Чувашский язык». Михаил Сейспель «Чувашский язык» «Чувашский язык» «Чувашский язык» Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Если иногда я пишу хорошо, то только потому, что пишу вам. Признавался он Анастасия Петровна. Анастасия Петровна 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я задыхаюсь в этой среде, среде этой лжи, притворства К свету истина тянет, хочется уехать куда-нибудь Часто мелькает мысль ехать учиться, ехать путешествовать Средства есть, но нет сил сбросить эту спячку с себя Забыться бы хоть в чем-нибудь, хоть в работе, но так жить невозможно Если бы вы приехали сегодня, нет, не стоит и думать, ведь Эта мечта никогда не осуществима, никогда Дайте же пожать, может быть, в последний раз вашу руку И пожелать искренне от всей души всего-всего хорошего в жизни Желаю, чтобы судьба впредь хранила вас Остричь с такими бессердечными мучительницами, как я Я знаю, что вы не простите мне, разбитой мною вашей жизни Но хочу сказать, что я никогда не хотела, чтобы вы страдали Поверьте хоть раз, что я не могла вам сказать о своей любви Не говоря уж о том, чего это волчание мне стоило Но к чему теперь об этом говорить До сих пор считалось, что Червякова была простой симбирской вещанкой И, мол, только поэтому она не сумела ответить поэту взаимной любовью Ее письма доказывают обратное В них мы открываем для себя сложную судьбу этой удивительно чуткой и интеллигентной женщины Она сдерживала свои взаимные чувства к Сеспилю по ряду причин Во-первых, была старше его ровно на 10 лет И, во-вторых, имела хоть и нелюбимого, но законного мужа Узнав о трагической смерти Сеспиля, она вобрала в себя всю боль И посчитала себя ее главной виновницей Человечность автора этих писем проявляется не только в этом Она сумела сохранить любовь до конца своих дней И постоянно жила памятью о нем Десятки и сотни раз перечитывала обжигающие любовью письма А их сохранилось у нее 98 И лишь в 1957 году начали готовить рукопись научного издания сочинения Михаила Сеспиля Она решилась уступить эти религии Чувашскому научно-исследовательскому институту Анастасия Петровна Червякова является как бы частью недолгой Но наполненной страстной любовью жизни нашего поэта Поэтому ее должен знать каждый, кто любит и ценит Певец, композитор, народный артист Чувашской, заслуженный артист Чувашской республики Стас Владимиров Встречайте! Он актер театра юного зрителя имени Михаила Сеспиля acá �acedя Павел Чухша Еще уезжают drone учил дед оз Roy civilian 어야 д Gu 質 Я повторяю, что моя фантастик не знает. Он не знает как я говорю, а я и не знал. Я благодарен эту компанию человека, которая всегда Guy Мазар. У меня нет времени. Я иду в информацию, в этой ситуации. Я являюсь в Казахстане на экземпляже. В Казахстане субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Суна да пыргунцем сана, да да, рудашцинь кунщуле, щук, маныша духмасникшан, тень пирынжинки савныш пуля, чываш лага малахурзан, чываш хойневали герптура, я лавда гамала, чынах, чываш нгимдаш утлых тупра, пунбаебир мухтан малах, чыргемыре патмебамараш, Ярко влевпа, щичпальмиши, хитрелих недов, щукатмара, шур-абешпек, чываш таши, мотором покрылось тучами, солнце больше не греет, были когда-то мы лучшими, но нам не стало теплее, были когда-то мы вместе, были когда-то счастливыми, жизнь для нас стала лестнее, позже мы станем любимыми, Может, нам станет лучше, лучше, чем было когда-то, ты просто сиди и слушай, пусть даже если не важно, знаешь, не станет легче, просто меня ты выслушай, Мысли о прошлом вечны, слезы на щеках высохнем, сердце разбито и склеено, но все ж она любит и ценит, мысли о худшем развеяны, тело от боли не имеет, легкие больше не дышат, сердце больше не бьется, голос мой тише и тише, боль уже не вернется. Пишу, надеюсь, может быть, когда-нибудь меня услышишь, и молча сдрогнет твоя грудь, и голос твой вдруг станет тише, и на минуту отдалясь в далекие воспоминания, Ты вспомнишь, словно покаясь, свои ко мне в любви признания, и ты увидишь облик мой далекий, смутный, туманный, и ты поймешь, любимый мой, что это ты, не я, обманутый, не я. На свете нет такой могучей силы, что помогла мне рассказать, как сильно я тебя любила, как долго я тебя ждала, такого нежного, родного, желанного и дорогого, Я, как часто ночью не спала, хотела увидеть тебя снова, хотя бы во сне, или наяву, к тебе рукой прикоснуться, твое дыхание ощутить, и молча взгляд твой ловить, в свои мечтания окунуться. Мечтала быть с тобой всегда, в печали, в радости, в горе, делить с тобой свои невзгоды, всегда с тобой счастливой быть, да, я мечтала, я мечтаю, во сне мечтаю, наяву, ты слышишь, тихо прошепчу, я ведь тебя не презираю, я все еще тебя люблю. Аплодисменты 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 Бонзает плуг столетние пласты, Свой левер, раскалённый до красна, Могильный мрак глубокой борозды, Чувашская ложится старина. Из синего светанку литоплуг Голобля в солнце сясь видали, То день новый и зарями навкруг Выходит на Чуваши поля. Лемиш червоний, небо жар в огне, Могутись киви горные клады, Мину левик лягай паразни, Шок Чувашев не стрину теснеде. Светальный синего, отливая плуг, Небо стоюник, солнце, В Ахлаблях. Новый день свой починая Круг на весновых Чуваши полях. Червоный лених плуганов ростки, Просполья проразая борозну, Скивины хавают навяки, Обрыдлую краине старизну. Скивины хавают навыки, Обрыдлую краю. 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 Субтитры делал DimaTorzok Сейчас вы услышали стихотворение Михаила Сестеля на украинском, на татарском, на луговом арийском, на туркменском, на белорусском, на узбекском и на английском языках. Мне очень тронула его трагическая судьба. Начиная с того, что он заболел с малых лет туберкулезом костей и всю жизнь его точила. Другая трагедия — это трагедия с отцом. Следующая — это безответная любовь. Дальше уже — это разрыв идеала с действительностью. Конечно, трагический уход из жизни Михаила Сестеля в раннем возрасте. И у меня появились следующие строки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok ZinhaCul DimaTorzok DimaTorzok De spread Позови, прошу меня, я войду в твой серый дом, проскользну в твою постель, притворюсь смешанным лучом и растаю на стене. Позови меня, прошу, только имя прошепчи, я листвую прошу, ршу, я сгорю в огне свечи. Тихо-тихо, словно дым, до тебя коснусь рукой, даже если я с другим, даже если ты с другой. Ничего не говори, а подай мне просто знак. Позови, прошу, меня, только имя прошепчи, тихо, все пустяк, все, что было, будет вновь. Только я любила так, мне понятно все без слов. Только я любила так, мне понятно все без слов. Вы огромные, вы молодцы. И, во-вторых, всем тем, кто сидит в зале, потому что вы терпели нас сколько там, минут, полтора часа? Ну, понравилось хоть мне? Очень! Теперь я хочу слово предоставить нашим гостям, пожалуйста, заслуженный работник культуры Чувашской республики, поэтесса Чувашская Раиса Сарби. Дорогие ребята, я хочу высказать свое восхищение удивительным концертом в честь Михаила Сейсполя, нашего гениального поэта. Концерт подготовлен прекрасными учащимися и преподавателями экономико-технологического колледжа. В общем, удивительно. Я больше всех восхищена преподавателем чувашского языка Людмилой Зиноновной Киргизовой, которую знаю я давно. Сегодня она раскрыла свои гениальные способности еще с других грани. Я долго говорить не буду, я хочу к вам прийти и вместе устроить такой концерт по моим произведениям. А сейчас я хочу, Людмиле, я говорю так, по нашинскому, поскольку со студенческих лет мы знаем друг друга, мою новую книгу с моими песнями, ноты мои и стихи на чувашском русском языке, чтобы подготовились этими прекрасными ребятами такой же хороший концерт. А сейчас заключение. Я в честь всех поэтов чувашских и всех поэтов мира хочу прочитать на чувашском и в переводе на русском моё самое любимое стихотворение. Поэтсен билзесен девинмеши, магезесен хевельбеперей, сывы боли эмэрэх поээзи, чрезырлыш кюре эмэрэх, сывы ергизен юрбегютмеши, курадардықса хайлак поэт, ырыдас цываблоунын эжи, тазарах бума билетинет, бурныжи поээдан, чрезуулым, өшінебаратвал халыға, халыға зэнтехуныши юле, өді халығпа, малашлыға, поэтсен билзесенде бильмешсе, мадзесен халығе бильмецт. Не существуя смерти для поэта, так вечно солнце сходит над землей, так животворно припитанье света, несомая поэзией самой, поэт, родня бессонницу судьбою, страданиям и радостям открыт, однажды поведет нас за собою, прозрением внезапным озарит, он пламя пронесет в душе свободной, он сам сгорит, отдав тепло другим, и потому он в памяти народной останется навеки молодым, он будет жить всегда, он не умрет, он так же вечен, как его народ. Спасибо за внимание. Слово предоставляется заведующим музеем Михаила Селеспелев-Горыч, Баксара Антонине Васильевне Андреевой. Добрый день всем. Я сидела, слушала, мне сначала представилась, я как будто в институте культуры. Я даже не предполагала, что в колледже столько одаренных, талантливых и преподавателей, и учащихся. Я не вру, и действительно сначала как будто в институте культуры сижу. Просто это зависит от того, если сам не горишь, не сможешь зажечь сердце других. Вот Людмила Зиновьевна настолько, она горит всем этим делом, сумела зажечь и учителей, и преподавателей, то есть и всех учащихся. Талантливы все. Мне так понравилось, что я местами даже проследилась. Настолько тронули вы сегодня мою душу. Читали настолько все мастера. Одна, другой лучше. Или даже все на подбор, точнее, если так выразить. Спасибо вам за настоящий такой чудный праздник поэзии и музыки. Спасибо. Это вам пока. Спасибо. Слово предоставляется чувашской поэтессе Нине Прчикан. Спасибо всем, Людмила Зиновьевне. Ребята, если бы жил-был сегодня поэт Сиспель, всех отдельно, всех обнял бы, поцеловал бы. Знаете, сам Сиспель был талантлив во всем. Он, мы знаем, он рисовал и пел. Я убедилась, вы молодежь, та молодежь, которая верила в Сиспель сто лет тому назад. Так держать, молодцы. И я тоже сидела, слушала от души и плакала, и пела с вами. Я благодарю. Людмила Зиновьевне. Хочу прочитать. Стихотворение. Слова? Слова, рожденные после юбилейного вечера в честь 40-летия книги Михаила Сиспель, «Пашня нового дня», переведенная на 55 языков. Как урожай, собранный зернышко к зернышку, слова в твоем стихотворении, как 55 ярких лучиков солнышко засверкали в душах мгновения. И русские, татары, морейцы, армяне читали, как ты Сиспель так пламенно. Если люди с почтением относятся к сами, значит Сиспель с народом вечно с нами. Спасибо. Спасибо. Слова предоставляется доценту кафедры чувашского языка и литературы республиканского Чувашского института образования Надежде Георгиевне Ивановой. Добрый, добрый, добрый вечер. Я сидела и обрадовалась. Я сидела и радовалась. Я сидела. Вам всем огромное спасибо, говорила. Это все мои мечты, мои концепции. Михаил Сиспель включили в стандарт, который я писала. Михаил Сиспель включилась в программу для колледжей, училища и для школ русским языком обучения с моей программы. Это я включила его в эту программу. Извините, я люблю, что пройдет. Я как автор стандартов, я как автор программы для ваших училищ, колледж и школ, как преподаватель или доцент института образования, как я автор учебников для школ. Я рада. То, что я хотела, я то, что хотела видеть, я это сегодня видела. Вам огромное спасибо, большое-большое спасибо администрации, колледжа, преподавателям и самое главное учащимся. Если учащихся нет, то такого праздника не было бы. Если в зале вы сидите, зрители, если вы есть, значит мероприятие будет. У меня предложение такое. Вот это мероприятие в дни чуварского языка, это значит у нас будет апрель, прошу, ну значит это и для вас, вас я прошу, участников мероприятия, прошу администрацию, прошу самое главное преподавателя, в железнодорожном вокзале напротив вас есть зал специальный, где проводятся концерты, вечера. Вот хочу я вот это мероприятие, эти песни, эти стихи, чтобы звучали в дни чуварского языка в апреле месяце с вашей помощью. Вы пригласите меня, я еще раз подойду. Но эту книгу я оставлю для библиотеки, колледжа, значит тут Раиса Васильевна Сарби, тут в пятом классе в чувашских школах этим учебником учатся, она только что вышла, у меня две книги комиссаров директора книжного издательства дала сегодня, а я одну книгу вам в ваш колледж подаю. Спасибо вам большое, большое, большое. Слово предоставляется заведующим методистской работой Татья Николаевна. Михаил Сейспи, гордостью вашей, а вы гордость нашего колледжа. Вы наши дорогие студенты и уважаемые преподаватели в лице Ждмил Зиноновны. Спасибо вам за этот праздник литературный. Я думаю, он там, на небесах, горд сегодня за нас, рад, что достойная смена подросла. Участие в литературно-музыкальной лечении посвящено точке русской подорщины со дня рождения Сейспиа. Малов Евгений, Крикима Марина, Миттер Худзинова Илмаз, Федоров Евгений, Базаркаев Вахин, Базаркаев Воробьева, Филимонова Оксана, Борисова Карина, Егорова Юлия, Семёновой Ленгалийс, Иванова Татьяна, Никонова Анастасия, Афанасьев Денис, Большаков Валерий, Ириева Диана, Савельева Елена, Кириллов Сергей, Горды и Павля Гуар, и преподаватель русского языка и литературы и экономикологического Хольжа Пласкина Ирина Петровна. Люкина Татьяна Сергеевна, Михаила Валентина Михайловна и Людмила Зиновьевна. Спасибо всем.